Напомним, что проект дороги Паушинского существует с 2014 года. По плану это не только дорога, но и тротуары и освещение. Вот только денег на реализацию не было до недавних пор. Как заявила накануне глава Котласа Светлана Дейнека, на строительство дороги из вышестоящих бюджетов выделят 110 миллионов рублей. Этот проект, конечно, более дорогой. Там более 200 миллионов. Если мы говорим от улицы Посадской до Маяковского, в этом году нам эти деньги надо освоить. Это программа стимул. Возвращать деньги нельзя. У нас, по сути, идет строительство дороги пойдет. Это ведь не ремонты. Так что полдороги, хватит на полдороги, скажем так, при хорошем раскладе. А претензии у жителей есть по всей дороге. В районе Тизов весной-осенью ни проехать, ни пройти. А ведь скоро там закончат еще и строительство новой школы, что увеличит транспортный поток. На участке от Мира до Маяковского еще хуже. Там дорогу вообще не обслуживают, так как она появилась сама по себе. И частично благоустраивается только силами местных предпринимателей. Получается, какая-то ерунда. Какую половину Ушинского приведут в порядок, пока неизвестно. Кстати, еще 74 миллиона рублей выделят на завершение работ по проспекту Мира. Но перед началом строительства необходимо подготовить и согласовать проект по светофорной развязке, которая свяжет проспект с Восточным шоссе. Субтитры создавал DimaTorzok